Ирина Анатольевна Богданова начала писать в зрелом возрасте – в 48 лет. Много лет работая с детьми в детском саду, она накопила богатый педагогический опыт. Его Ирина Богданова решила воплотить в своих книгах. Первые произведения писательницы были для самых маленьких. Книги быстро стали популярными. Вскоре писательница обратилась к юношеской, а потом и к взрослой литературе. Ирина Анатольевна – номинант Патриаршей премии по литературе, пятикратный лауреат конкурса «Просвещение через книгу». Детскую повесть «Сказочная азбука» включили в федеральную программу «Культура России». Все мои книги, они подчинены одной цели. Это книги о любви к России, это книги патриотичные, книги о людях, которые умеют преодолевать трудности, которые не пасуют перед трудностями, как бы им не было трудно, и всегда находят свою дорогу к любви, к миру. Все книги петербургской писательницы на документальной основе. Ирина Богданова берет значимое историческое событие. И помещает туда простых людей, с их радостями и горестями, сложными выборами и жизненными перипетиями. Чтобы достоверно описать ту или иную эпоху, автор много работает с архивами, мемуарами и дневниковыми записями очевидцев. Наиболее известные романы Ирины Богдановой – «Три Анны», «Мера бытия», «Фарфоровая память» – во всех произведениях писательницы присутствует тема войны. «Война – это, в общем-то, она на протяжении вытянутой руки от всего моего поколения, и она присутствует абсолютно тема, военная тема присутствует абсолютно во всех книгах, потому что я не могу ее обойти, потому что вот вся наша жизнь, она проистекает собственно, вот точка – это точка войны, это точка отсчета для всех семей в России, для абсолютно всех семей в России». Главный принцип в работе Ирины Богдановой – писать так, как бы самой хотелось прочитать. Сейчас у писательницы 22 книги, уже совсем скоро выйдет ее новый роман «Мир всем». На творческой встрече с Саровскими читателями в библиотеке имени Маяковского Ирина Анатольевна рассказала о себе, своем писательском пути и работе над книгами. Все желающие могли задать вопросы, а также получить автограф автора. «Хочу поблагодарить сразу Саровчан, библиотеку имени Маяковского за приглашение, и мы понимаем, на чьих плечах лежит равновесие в мире, и поэтому спасибо вам большое, спасибо всем жителям города за то, что вы обеспечиваете это равновесие». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.